Представители Волжского войскового казачьего общества из 12 субъектов Приволжского федерального округа, почетные гости и творческие коллективы. В Самарском духовно-просветительском центре Кириллица состоялся большой круг Волжского войскового казачества. Он проводится раз в пять лет. Действующий атаман Волжского войскового казачьего общества отчитался о работе организации в 2023 году и определил вектор развития общества на ближайшее будущее. В основе участие и ориентир на победу в СВО и патриотическое воспитание подрастающего поколения. Большой войсковый круг – это очередной этап в жизни Волжского войска, который придаст новую динамику всем нашим направлениям. Конечно же, эти направления – работа с молодежью, работа с подрастающим поколением, это взаимодействие с вооруженными силами РФ, это выполнение задач в области государственной службы, это охрана общественного порядка, участие в борьбе с чрезвычайными ситуациями, с пожарами и еще целый ряд направлений. Большой круг традиционно открылся с молитвы, благословения всех собравшихся и вступительные речи митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия. Древо казачества, оно имеет давние корни, и, конечно, Божьи милосты, на нашей Самарской земле это происходит более уверенно, и создание кадетского корпуса, и открытие кадетских глаз, возрождение казачества – это славная века, выставляет казачество. Мы понимаем, но главное, чтобы это не было чем-то наносным, или как декоративно это называют, чтобы была преемственность, традиция. На большом круге присутствовали почетные гости – представители органов власти и субъектов России, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. Глава региона подчеркнул высокую значимость казачьего войска. Испокон веков казаки стоят на страже отечества, веры, традиций и преемственности поколений. Болжские казаки с честью несут службу, активно участвуют в военно-патриотическом воспитании молодежи. По первому зову встают на защиту Родины. Неукосительно следуя вековым казачьим заповедям, вы подаете хороший пример подрастающему поколению. Низкий поклон вам за то, что вы бесстрашно защищаете интересы нашей Родины, за то, что обеспечиваете мирную и спокойную жизнь наших граждан. Во всей России и здесь, на волжской земле. Еще одним вопросом на повестке заседания Большого круга стало избрание нового атамана. После двух пятилетних сроков службы действующий атаман Юрий Иванов сложил свои полномочия. Новым атаманом единогласно был избран войсковой казачий старшина Константин Давитьян. Галина Топилина, Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События. Продолжение следует... Продолжение следует...